Знакомое зло и зло наименьшее предпочитание Даши, это прочитанное за при 2016. И начну я с такой книги, интересной, наверное. Называется «Откровение ангелов-хранителей. Начало». Или там целая серия. Название весьма интригует. Там «Путь Иисуса», «Крест Иисуса», «Жизнь человека», «Настоящая история России». Там «Загадки дольменов». Дольмены это такие друидские, не помню что, помню что друидские. По-моему эти храмы Солнца или как это, в общем, что-то вроде обсерватории. Ну не стопроцентная инфа. «Прослые жизни великих людей», «Раскрытие всех танцев человечества». И даже на «Планетянам» есть книга посвящена у нас. Сколько там есть. По-моему у нас полное собрание всех книг, которые вышли. Там, по-моему, по какой-то причине привался выпуск книг. В чём, собственно, суть. Есть якобы ясновидящая любовь Панова или Панова. Не знаю, как произносить. Вот она. Шветленькая. Рядом с ней это Ренат, как его там, Горевзянов, который, собственно, написал книгу. Суть в том, что вот эта самая любовь, она общается с ангелами, задаёт ей вопросы, те отвечают. И из этих ответов Ренат сварганил, собственно, серию книг. В первый раз, когда я её прочитала, и вообще всю серию книг прочитала, я была от них очень сильно в восторге. Это было, пожалуй, где-то в 20-летнем, 19-летнем, где-то так. Действительно, написано очень убедительно. Таким достаточно убедительным языком. Ну, в это хочется верить, то, что в ней там говорится. Однако есть вещи откровенно... Как это? Есть ещё противоречия другу. Даже есть такой... В общем, смотрите, когда Чейльдави написал свой труд в эволюции человека, он не имел в виду, что люди произошли это без «я». Просто тогда люди, не имеющие отношения к науке, услышавшие на слух вот эту теорию, они её так восприняли, ошибочно совершенно, да, совсем другое имело в виду. И с тех пор это стало самым популярным и распространённым мифом. Увы, к сожалению. Ну, и разумеется, мне показалось странным, что ангел, с чьих слов якобы Рина писала эту книгу, заявили, что... Поддержали, в общем, этот миф и осудили его. Как бы мне это немножечко поднапрягло. Я карандашиком на полях планирую, кстати, сделать видео в особенности моего чтения. Написала, в общем, назвала его дурачком и порекомендовала знакомиться с научными трудами, а не заслуженными сплетнями. Вот, и вообще, я когда прочитала, у меня сложилось такое мнение, что человек просто взял основу христианства, что-то ещё взял, по чуть-чуть из других лиригий, и всё это переосмыслил и написал книгу. Потому что... В общем, я не знаю, почему производится такое впечатление, и меня смутило вот что. Как человек, который читает постоянно, просто каждый день, я не могу... Ну, в общем, я обрела такое свойство с опытом, что я отличаю стиль написания. То есть дай мне две книги без титульных листов, без обложек, разных авторов или одинаковых авторов. Я вам скажу, что разные люди или один человек. Запросто. Иногда могу даже идентифицировать писателя. Так вот, он... Идёт речь об определённом объекте обсуждения. И он говорит... То есть там мальчик написал определённый текст. И он якобы цитирует. И вот этот текст, который он цитирует, он в точности в той же стилистике, в которой пишет сам автор. Разумеется, дверь была подорвана этим моментом. Но, может быть, я слишком много о себе думаю её в своей способности распознавать стиль человека. Вот вообще книга очень занимательная. Я уверена, её очень высоко многие люди оценят. Большинство. Это я такая придирчивая. Собственно, о чём здесь есть? Здесь рассказывается вот об вообще об этой сновидничею, Любовью, как она обрела свой дар, посредством чего она общается с ангелами, как она познакомилась с писателем. Рассказывается ангелохранителем, что такое сновидение, как устроено человек, как устроено вселенное, что там с райом Адам, переселением душ. Даже есть заговоры, вот прям конкретно тексты. И несмотря на то, что христианство отрицает такие, как это, чисто славянских таких, не хочется употреблять слово нечисть, сущностей, как лешие, домовые, банники и прочее. здесь про них тоже есть. Ну и всё такое. Так что, если вы человек религиозный, вполне, я почти уверена, книга вам понравится, потому что, правда, убедительно. вот. Ну вот, я что-то при перечитывании, оглядываясь на свои знания, на свой опыт, как-то что-то в этот раз я придралась к ним, в общем, будем считать так. У Луи Даниэля я прочитала его новый рассказ «Рецикл истории Айвы и Миловича». Это небольшой рассказ с количеством сорок страниц, что весьма подходящее, потому что они живут о Второй мировой войне. У меня вообще число сорок очень крепко связано ассоциативно с этим событием, потому что как-то я у Алексея прочитала, что число сорок, оно, в общем, что каждые сорок лет происходит война, из-за того, как-то у меня в голове это села информация. Собственно, в чём дело? Дело происходит в Европе, в Венгрии, хотя я могу ошибаться, потому что, я сказала, читала давно, в начале месяца, прошу прощения, и, конечно, идёт повально просто охота на... или в Польше, в общем, в Европе. Идёт охота, разумеется, в своё время, и героиня выступает в организацию, которая помогает покинуть время в город, в общем, её ловят, после чего её опыт отшают другую организацию, и вот там я чуть-чуть не поняла, мне даже пришлось обращаться к автору, который... Вы не смотрите на псевдоним, это русский автор. Я пришлось к нему даже обращаться за пояснениями, поэтому, ну, так как слово «рецикл» в названии уже спарено, то я вам зачитаю его пояснениям. Процесс «рецикла подразумевает откат мира к определенной точке, память людей загружается в суперкомпьютер с помощью сияния, а затем мир уничтожается и строится заново». Вот именно вот этот момент, который он мне пояснил, я не вполне поняла, хотя это даётся понять об этом в конце рассказа, и всё-таки мне бы хотелось, чтобы это было выражено более очевидно для таких тупорей, как Яры, более ясно, но стиль вообще неподражаемый, он значительно улучшился по сравнению с предыдущей его работой, тоже весьма занимательной книгой, и прям вот если бы он написал «Истеркция туалетной боевой бумаги», я бы всё равно с интересом её читала, потому что стиль языка действительно очень и очень хорош. Далее, прочитала Лысли Пирс «Чужая жизнь», у меня её авторство есть уже книга «Моя сестра живёт на каменной полке», очень такая плачущая книга в конце, там даже я просто реки слёз пролила, и, конечно, она продолжает работать в таком немножко шокирующем репертуаре а-ля «Милые кости», и «Чужая жизнь» мне очень понравилась, начинается это как женский роман, там, девушка из благополучной семьи, начинает встречаться с парнем, который живёт случайными заработками, можно так сказать, он сирота, у него нет родителей, у него вообще нет ничего такого, ну, то есть я такая жасминца таким молодином, я имею в виду сейчас диснеевскую скласску, и её семья его, конечно, не принимает, и они уезжают в такой город, потому что там есть для него работа, и случается просто огромная трагедия, светленица которой стала наша героиня, и, в общем, всё это начинает разворачиваться, вертеться, кружиться, очень занимательная вещь, я всем рекомендую, не бойтесь, там нет такого ничего прямо вот в глаза шокирующие, бьющиеся, всё там, ну, сам факт только, произошедшее происхождение события, всё написано так очень деликатно, очень так тактично, чтобы читатель не был не в палку на то состояние шока, немножко другого мнения о другой книге, называется «Куколка». В принципе, темы там затагиваются те же, что и, ну, не темы, а какие-то ключевые моменты из жизни героев, те же, что и в чужой жизни, это насилие, это путешествие Англии-Франции, между этими двумя точками отправными, это преступления какие-то, это много чего ещё связывающего, но если чужая жизнь самых первых страниц приковывает к себе внимания читателя, то и удерживает его до самого конца, то «Куколка» от случая к случаю, то есть тут конечно скопились только о мнении, но мне было не так интересно читать, хотя, конечно, если поменять местами порядок чтения, сначала я прочитала «Куколка», потом «Чужая жизнь», то, может быть, и «Куколка» у меня произвела более хорошее впечатление, так как «Чужая жизнь» более сильная книга, более хорошая книга, я ее читала первую, то, конечно, по сравнению с ней куколка у меня такого впечатления уже не произвела. И концовка у куколки мне показалась излишне наигранной, неестественной, вот так и хочется сказать, я не верю, как-то вот слишком вот переходы, он слишком резкий, внезапный, и хотя читателю хотелось бы, чтобы так было, и писательница идет на поводу, но идет она зря, потому что получилось неестественно, но это только мое мнение, которое может отличаться от чего-то еще. Так, ну и последняя книга «Том ночь большого прилива» Владислава Крапивина написана в 70-е годы, это книга серии «Великого кристалла», там три, даже не повести, три рассказа, объединенные тем, что главный герой уже большой дяденька, женатый, директор театра по сценариям, по текстам, что-то и он попадает на другую грань кристалла, грубо говоря, в параллельный мир, где становится 12-летним мальчишкой и с другими мальчишками из этого мира переживает определенное приключение. Что я хочу сказать, все это уже было. Поднятие вопроса о том, что мальчишки погибают из-за дурости взрослых. Там мама с большой буквой М, отвага с большой буквой О, храб с большой буквой Х, спускание по дереву с помощью каната. Что там? Ну, в общем, все это уже было. Кто читал все книги, копию написанных 60-70-х года, они узнают, они много чего узнают в этой книге. Но вот этого книга хуже не становится. Хотя когда я начинала читать, я думала именно так, что она до этого хуже. Вот еще тема Шпактон тоже поднята, кораблей, путешествий, дороги с большой буквы Д, не та дорога, по которой машина ездит, та, та дорога, которая дорога. Объяснило. Но потом я поняла, что нет, все-таки это не делает им хуже. Но вот первая история, которая там рассказывается, она меня не особо увлекла, но там подрастающие идет все интереснее, 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 интереснее. Собственно, вот такие книги я прочитала в прием. Надеюсь, вам все понравилось. Что вряд ли, потому что что-то как-то я непонятно, мне кажется, в этот раз рассказала о книгах, которые я читала. Остаться в свои комментарии по поводу видео, которое я планирую, особенности моего чтения, надо и не надо его снимать. Вот, не забывайте заходить на мой второй канал с аниме-клипами. Ну и пока, до скорых книг.